так добрый день всем еще раз значит у нас он завалило снегом будем готовить лыжи завтра он не уляжется быстрее всего на лыжах будет плохо ну и без лыж плохо попробуем значит вечный вопрос значит взял я вот такие лыжи шириной они ну можно померять ну шире от бы беговые вот так эти вот немножко шире они не длинные очень на них удобно маневренно вот эти резинки вот не знаю мне пока лучшее что у меня было из вот этих резинок очень хорошо налипает конечно все налипают под каблук ну очень такая хорошая мягкая резинка далее крепление использует только такое никаких вот этих мягких она просто неуправляемые туда-сюда ногу вот так крутишь лыжа стоит все это не то поэтому если бы была вот здесь цельная пластина было бы еще лучше ну здесь она регулируется регулируется она под вот этот бурок мой или под валенки я вот на них ходил гляньте еще открутились подтянем ничего здесь не прорежает хоть и пена поэтому мне вот это крепление нравится здесь ремешок идет обычный но вечный вопрос постоянно это вот эти резинки которые лопаются значит берите на заметку вот эту вот всякую ерунду можно не делать это вот шла на завода и пока не трогал вставляете вот так свою тамбурку или что-то еще берете значит лучший материал для резинки это вот такой жгут я сейчас бегал купил очень надолго хватает тянется прекрасно на несколько лет его хватает а вот это вот это ерунда она она во первых не тянется она никакая во вторых она лопается вот такая вещь в качестве запасной резинки значит должны быть обязательно запасные я вот здесь их креплю намертво потому что не люблю я вот тут вот эти штырьки одень ее сними я ногу вытащил резинка у меня на лыжи я не потеряю вот поэтому в качестве запасной можно взять либо из камеры резинку либо какой-то вот такой жгут либо даже можно в качестве основной все делается элементарно вот здесь вот так скручиваете изолентой угол загинаете скручиваете еще раз изолентой получаете вот такое кольцо вот это кольцо просто-напросто продевается под носок вот так и натягивается на пятку никаких дополнительных креплений вот под носок она уйдет туда больше делать не надо она никогда не слетит она будет держать ну естественно регулируете тут вот здесь вот так там посильнее чтобы далее вот все под низ туда ее сделали все у вас без всяких креплений готовая резинка надо будет вот так отвели сняли ее и все то есть в качестве запасной я такую резинку сделаю и в качестве основной ее можно тоже самое сделать из вот такой резины либо из бинт резины либо из какой-то другой просто вот так делайте петлю вот здесь там обычная изолента не ничего не клеим не крепим элементарно вот сколько лет просто взял прикрутил и все обычной изолентой вот вот так сложили вот здесь скрутили где-то сантиметров 5 угол загнули еще раз скрутили чтобы не вырвался вот у вас петля вот так вы кинули но уставили поменьше сделать натянули но мы будем делать вставлять сюда почему потому что он мне как-то удобно не нравится мне вот эти вот штуки честно сказать она вот здесь видно она прорезает резинку вот лучше бы сделать ее просто без вот этой ерунды просто вот так продеть и вот здесь вот так закрутить ну потому что реально резинка вот это будет прорезать можно также вот здесь накрутить изоленты наверно то что мы сейчас сделаем не хочу я больше вставлять через вот эти петли никак не хочу так видно видно почему потому что реально это не нужно я намотаю сейчас изоленты чтобы ну как то вот эту часть смягчить так сказать вот так можно сделать потолще зря наверное многое отрезал но будет на 2 здесь много как бы не намотать потому что она слепляется ну хоть сколько то можно одеть кембрик распустить кстати идея давайте мы сейчас лучше оденем кембрик потому что когда сильно вот эта часть перегибается она режет резинку так реализовываем идею которая пришла мне в голову сейчас это одеть сюда кембрики потому что вот мы видим результат прорезает вот эта ерунда резинку вот здесь тоже прорезана резинка не надо нам такого я просто-напросто одену сюда кембрики видео будет длинным очень может даже длинным потому что сниму весь процесс кембрик есть у меня силиконовый есть у меня вот такой мягкий я больше склоняюсь к мягкому одевается это все легко вот так обрезается распускается одевается вот элементарно и заматывается можно даже вот сделать в нахлысь немножко вот так его поплотнее чтобы был обычно вот такой резинкой это изолентой ну в принципе я не делаю резинки на 10 лет если хватит их на несколько лет то это хорошо но все кембрика я хотя бы вот так немножко изолентой сделаю никуда он здесь не денется его прижмет резинка просто задача кембрика он не даст хотя бы этой резинки прорезаться потому что как как мы видим вот эти все тонкие плоские части резинку разрезают а это будет вещь вот видно разрезано вон разрезано так может быть я даже один его сюда и проведу через него резинку так давайте теперь смотреть как мы будем проводить резинку то есть она проводилась вот так и назад вот так вот и вот здесь я ее изолентой заматал то есть вот эта часть будет прорезать либо мы ее сейчас делаем просто напросто вот так на изоленте и будет намного лучше никуда она не денется точно также она держалась вот но вот это это ерунде принципе склоняюсь вот этому вариант потому что вот здесь да наверное так сделаем так теперь вот эти дырки мне не нравится все таки если делать то делать я их обрежу давайте начнем с этой стороны здесь поменьше я их просто напросто обрезать так вот эту часть взять изолента она прилипла у нас взять примотать изолентой даже просто чтобы она не ездила туда-сюда и не гремела изолента со временем за дубеет ну это ладно так продеваем нашу резинку важно вот как ее сделать изнутри продеть и вот так либо снаружи то есть либо вот так принципе без разницы но мне кажется лучше вот так почему потому что вот эта часть будет прижиматься к сапогу и вот здесь ветками будет меньше и и цеплять поэтому я сделаю вот так ну будем крутить наверно может немножко больше оставить кручу обычно изоленты так запись идет идет никаких там вон сколько лет уже проверено не надо там всякие супер-пупер навороты клей может там какое-то шитье обычная изолента даже вот ее сейчас я вот так отрежу не будет удобно и вперед наматываем наматываем плотно сильно со временем это изолента вот так задубеет и попробуйте и оторвите держит проверено годами не надо что-то там шить клеить наматывать какие-то там может нитки или еще что-то для того чтобы проверить проверяете элементарного как берете из-за вот эту часть тянется сильно он здесь видно ее просто-напросто не выдерните держит для пусть и уверенности берем и проматываем еще разочек плотно мотаю плотно натягиваю хорошо так изоленту здесь нужна плотность все никаких дополнительных движений далее все просто мы делаем по размеру вот эту резинку то есть вот так и где-то вот здесь вот мы отрезаем ножницы вот буду показывать на примере одной резинки вторую буду делать не под видео поэтому иначе будет видео очень день выкинуть сюда точно также оденем кембрик где-то вот такой распустим его он не даст резинки вот здесь порваться и заломиться как вот в этом случае видите произошел перелом она протирается поэтому вот так элементарно надевается потом берется изоленты кусочек немножко немножко его закрепили и все и никаких лишних движений или там еще чего-то не нужно готовлю лыжи на завтра может быть они не понадобятся но значит пробовал много креплений остановимся именно на этих лучшие естественно это обычные беговые жесткие поставил сапог закрепил и поехал лыжа слушается отменно но невозможно там одеть что-то теплые снять потому что я не смогу пойти в низкие ботиночках которые еле прикрывают ступню по снегу где-то перейти поэтому минусы есть да и кстати по лыжам если кто не знает у кого ровная местность степь там какие-нибудь не знаю какие даже районы назвать ну ровно какая-нибудь там долина там очень хорошие охотничьи лыжи шире от вот этих если вы охотитесь где-то вот как у нас местность в яркие какие-то там балки впадины здесь лучше конечно иметь несколько лыж почему когда только-только выпал снег лучше идти на широких на охотничьих он еще не спрессован вот так теперь теперь мы загоняем вот этот носок и делаем резинку так вот так мне этого хватает покажу на примере одной лыжи изолента литка слипается это хорошо все на завтрашний забег лыжи готовы значит если вот эти вот болтики потом со временем прокручивается разбалтывается спичка и клей пв а именно пв а лучше нету подождать часа два там три потом высохнуть и потом закрутить вот она резинка слабовато сделал можно бы сильней в принципе ее задача придерживать вот она Pharmac и все Продолжение следует...